La Rochelle, Port Minim и Ponton номер 50. И здесь у нас Defort 61, флагман от верфи Defort. Я долго ждал хорошего момента снять обзор на эту яхту, потому что флагманы они привлекают, они возбуждают. Это действительно достойная лодка, у неё новая технология корпуса, это действительно такое поединание классики и современных технологий. В итоге получилась отличная ходкая яхта с хорошим интерьером, вот, и поэтому сегодня мы посмотрим эту лодку. Мы здесь сделали некоторые улучшения, вы уже их видели в Инстаграме, видимо. Сегодня на обзоре у нас Defort 61, флагман верфи Defort. Погнали! А с вами Саша Горон, вы на канале Интерпарус, и сегодня у нас 61 фут красоты, изящества, перфоманса и роскоши. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Смотрите, какой борт у нас, достаточно высокий. Здесь интересная система, технология стыкования палубы с бортом, мы не видим вообще шва. Посмотрите, насколько красива эта яхта, она прекрасна. Длинный-длинный такой вот ровненький борт, большие шкафуты мы ещё увидим, это большая баковая вот поверхность. Ну, лодка действительно очень изящная, очень красивая. Полностью мы покрыли натуральным тиком в данном случае. Мачту покрасили в белый цвет. И да, как я вам говорил, гик со скруткой, то есть у нас мейнсейл скручивается в гик. Вы уже, наверное, знаете плюсы этой системы. Вы не теряете жёсткость паруса, потому что он с латами, и теряется площадь паруса. Вот, допустим, да, вот амели стоят, там ровненький треугольничек, здесь идёт с серпом и с латами, то есть действительно парус работает. Такие системы ставятся на X-яхт, ставятся на мегаяхты. И вот здесь мы поставили её тоже, мейнфурл от датской компании. Форштевень нашей лодки венчает вот такой вот бушприт, тут внутри нержавеющая сталь и вот такой дизайнерский кожух. Опять же, приличный и хороший якорь, в данном случае это ультрамарин. Рекомендую красивые якоря для однокорпусников. Кроме основных функций, он ещё должен немножко украшать яхту. Сверху рим для генакера, для колд-зеро, для асимметричного спинакера. Здесь достаточно хорошее расстояние между штагом и этим римом, то есть лодка предназначена всё-таки для хождения под парусами. Прямой штебень с защитой, гидравлическая скрутка и смотрите какой полуклюз у нас такой из нержавейки, добротный, надёжный. Так, поднимаемся на палубу, видим шкафуты, ну просто как авеню, можно гулять вдвоём под ручку. Вот этот девайс вы, наверное, должны помнить, у нас есть обзорник. Это специальный крюк, который облегчает постановку на буй, да, то есть он возвращает вам ваш швартовый. Очень хорошая штучка, я рекомендую. Да, сразу обратите внимание ванты, очень мощные у нас здесь, мы видим, я вам покажу потом в интерьере вот эти окна. Они выглядят действительно как элемент дизайна, они снаружи очень красивые, а внутри, кроме красоты, они ещё дарят огромное количество света, просто огромное количество света. Вот, все лючки заподлицо здесь сделаны, то есть не выступают лючки за пределы палубы. Полностью лодка покрыта тиком, обратите внимание вот на эту часть, на рубке мы её тоже покрыли тиком. Выглядит классно, выглядит действительно изящно. Наша мачта, мы её заказали покрашенной в белый цвет, во-первых, она не нагревается, во-вторых, это красиво, действительно она выглядит поприятней, чем просто кусок алюминия. Вот, мачта уходит у нас в киль, то есть здесь степса нет, степс у нас в киле, и эйрдрафт у нас 28 метров. Блин, десятиэтажный дом, если кому надо сделать такой аттракциончик, можем поднять на беседке. Здесь мы установили гиг Мэйнфурл от датской фирмы Мэйнфурл. Я уже рассказывал, почему это лучше, во-первых, у нас не тяжёлая мачта, потому что, как на Амеле стоят системы, там штырь внутри мачты, мачта ещё более тяжёлая, то есть лодку раскачивает. Во-вторых, самое важное, когда Мэйнсейл скручивается в мачту, у него нет такого шейпа, у него нет такого пуза, он и так не работает. У него нет лад, да, ну, предпринимают попытки делать вертикальные лады, но это всё не то. Вот, и у него нет лад, и он просто чистый треугольник, чистый, чистейший треугольник. В итоге он теряет до 25-30% своей площади и теряет как раз вверху, где более стабильный ветер. Здесь мы имеем латы, то есть жёсткость не теряет Мэйнсейл, наш грот. Во-вторых, серп всё равно остаётся, то есть здесь потеря в площади от стандартного паруса, ну, порядка 8-9%. Вот, если вы где-нибудь на Лазурке или на Майорке видите супер-яхты, у них у всех система скрутки в ГИК. Вещь очень хорошая, поскольку задача от заказчика была такая, чтобы лодкой мог управлять, по сути, один человек. Соответственно, соответственно, здесь появился автоматический стаксель, да, Self-Tag Jeep, и здесь у нас стоят две подрульки. В итоге лодка достаточно манёвренная и достаточно легко и хорошо управляется для своего вот такого большого размера. И обязательно-обязательно смотрите, для скрутки в ГИК важен бум-ванг, оттяжка, да, и здесь она у нас гидравлическая, и за счёт неё мы избежали топинантов. То есть топ-лифта у нас нету, видите, вообще верёвок в столах гораздо меньше. Кроме того, что они здесь спрятаны, проводка под палубой, у нас здесь есть лючки, доступа к ним, вот. А так лодка выглядит очень элегантно за счёт того, что минимальное количество у нас бегучего такелажа. Да, вот здесь у нас находится погон таксель-шкота, вот, очень всё легко и просто управляется. А теперь давайте обратим внимание на вот этот фордек, да, на эту баковую часть яхты. Она просто огромная, вот, и здесь можно просто дискотеку устроить. Придаёт, во-первых, изящество лодке, потому что она вытянутая, она такая стремительная получается лодка, вот. А во-вторых, он очень даже обитаем, то есть здесь можно, я же говорю, столики ставить, загорать, тусоваться. Как хотите, можно здесь его использовать. Здесь у нас находится аюта шкипера с кроватью, с туалетом, вот. И тут у нас доступ к лебёдке. Не к цепному ящику, а к самой лебёдке. Люмаровская лебёдка и цепь у нас стоит здесь на 16 мм. Говорил я вам про полуклюзы, действительно такие мощные, надёжные полуклюзы. И скрутка, смотрите, спрятана вниз. Это спортивное прошлое Dufour сказывается, то есть они стараются добавить площадь паруса везде, где только можно. Что ж, пройдём в кокпит и посмотрим, что интересного там у нас. Просторный кокпит, действительно просторный, при том, что обводы у лодки достаточно такие стремительные и спортивные. Очень простое управление, у нас всего четыре лебёдки с каждой стороны. Сюда заведены у нас гика-шкоты и скрутка мейнсейла в гик вот этой верёвочкой. И с помощью одной лебёдки мы его скручиваем, а поднимаем с помощью фала, то есть обычного грота-фала. Вот, лебёдки 65-го размера, все четыре лебёдки электрические. За счёт этого даже один подготовленный человек может справиться с управлением и подъёмом парусов на этой яхте. И это важно, ребята. Далее, пост. Самое интересное, пост. Здесь у нас находится управление под рулькой, 12-дюймовый Raymarine, да, Axiom 12-й. Управление по Сорелью, трапиком. Вот, отдача якоря у нас здесь присутствует, электрическая. И блок управления двигателем. Слушайте, здесь электронное управление просто, ну, обалденное, просто обалденное. Штурвал себе, собственно, и динамик с радиостанцией. Давайте я вам покажу, как работает Пассорель, то бишь наш трапик. Вот, двумя кнопочками мы его включаем. И потом мы его можем выдвинуть, трапик. Вот, смотрите, таким образом он у нас выходит. Да, поднимаются перилки. Вот, трапик порядка двух метров. И мы можем его ещё регулировать по высоте. По высоте вверх и вниз. Вот, хорошая, нужная штучка. Оба поста практически симметричные, практически одинаковые. Вот, и здесь кнопки управления светом. Далее, здесь у нас уже начинаются мягкие части. Тут у нас вот такие сидушечки есть. Ещё мы на заказ сделаем дополнительную здесь сидушку. Вот, вот эта часть, вы можете просто сидеть на ней. А ещё, кроме этого, вставляется такая секция. И здесь может быть такой солнечный матрасик для загораний. Вот, давайте посмотрим, что у нас на том посту. Левый пост практически симметричный. Здесь мы имеем компас, опять же, аксиом на 12 дюймов и управление двигателем. Кроме этого, здесь у нас есть аймариновский малый прибор i70, управление под рульками. И внизу у нас управление гидравликой нашего бумванга. То есть здесь мы можем поднимать, опускать гиг. Вот, скажем, с этой панельки. По левому борту, опять же, две лебёдки. И, кроме этого, управление геной электрическое. То есть, опять же, нету никаких шнурков. У нас скрутка стоит прямо на баке. Поэтому мы можем раскручивать, скручивать геную отсюда. И, опять же, две электролебёдки. Завездён у нас здесь фал генакера и стаксельшкот. Генуэ фал, да. И, опять же, гикошкот у нас управляется с обоих сторон. И там, и там заходят гикошкоты. Вот. Кроме этого, у нас здесь расположено управление платформой. Платформа большого, огромного размера. Вот, сейчас я вам продемонстрирую, ребята. Так, и пойдёмте на платформу. Посмотрим, что там у нас интересного. Так. Купальная платформа, любимое место для девушек и детей. Вот. Ну и мы, мужики, тоже можем порадоваться. У нас здесь имеется турбомакс, это компрессор, вы его уже видели. На всех флагманских моделях он установлен здесь, на 56-м, на 61-м. Душек. Душек здесь у нас, палубный штуцер для воды. И главная фамильная черта дюфоров – это камбус. Камбус, такой грилевый камбус. Так, вот здесь можно ещё вот так вот опустить это всё. И здесь у нас английский электрогриль, моечка. То есть мы здесь можем делать шашлычок, рыбку, собственно говоря, и быть совсем рядом с водой. Гриль достаточно нормального размера, гриль электрический, можно поставить газовый, если вы хотите. И тузик, тузик до 3-х метров длиной можно здесь разместить. Опять же мы укомплектовали этот тузик электрическим мотором E-Propulsion. Вот так вот. Ну вот, очень, очень толковое размещение здесь всего. Этим дюфор славится то, что корма очень правильно и достойно сделана. Погнали дальше. Тут у нас находится доступ к гаражу нашего тузика, то есть мы можем вот так проникнуть сюда. Тут тузик сейчас небольшой, достаточно места для дополнительных вещей. То есть в зависимости от размера вашего тузика вы можете использовать эту часть тоже как рундук. Вот таким вот образом. Кроме того, мы имеем два очень ёмких рундука, кроме гаража. Кроме гаража у нас ещё два очень ёмких рундука вот с каждой стороны. Вот здесь по правому борту, то есть видите, мы уже его натолкали достаточно плотненько. Кроме этого, здесь ещё рундук под газовый баллон. То же самое с правого борта, то есть газовые баллоны имеют два рундука, это тоже очень важно, очень хорошо. И вот такой ёмкий рундук под всякие дельные вещи. По левому борту та же самая ситуация, то есть у нас рундук для дельных вещей и небольшой рундук, в котором помещается где-то 10-12 килограммов газа. Что ж, пройдём теперь, посмотрим дальше и переходим вот в такую релаксную зону нашего кокпита. И вы видите, здесь большие банки такие стоят огромные, здесь можно лежать себе просто в полный рост. Вот, и стол, стол хорошего такого размера, то есть им пользоваться можно в сложенном состоянии. Его размер позволяет разместить здесь холодильник для напитков, подстаканники нержавеющие, небольшой рундук для отдельных вещей. Здесь, соответственно, будет ещё торшерчик фирменный и с этой стороны полочки. В разложенном состоянии стол достаточно большой, он, я бы сказал, даже огромный. Стол сделан из настоящего тикового дерева. Ну, видимо, шкипер его ещё обработает маслом, по желанию владельца. Размер такой впечатляющий. Здесь у нас, вы видите, вот сектор такой, да, это аварийные входы или выходы из кают. Их тоже можно использовать, если вы спите для проветривания. Единственное, надо убрать, конечно, вот эту подушку. Обратите внимание на тент, он здесь такой развитый, он из двух частей состоит у нас. Вот, и он состыкован, интегрирован вместе с вот этой аркой. Вот эту часть тоже можно, можно секторами её убирать, оставлять только вот такой капотик. Вот, то, что вы видите, вот здесь это, мы ещё не сняли транспортную плёночку с этой части яхты. Вот, и мне нравится вот эта часть, тут тоже можно какие-то подушки разместить, тут тоже можно жить, то есть проводить какую-то жизненную активность. Вот, кроме этого, вы видите, здесь у нас находятся зипы, можно сделать зимний тент, он полностью зашторит ваш кокпит. Такой вот зимний, зимний, штормовой, вот, можно частями. И, кроме этого, два вот этих тента бимини можно соединить, тоже есть такой тент, который соединяет их оба. Но вот эта часть здесь нам нужна, если мы следим за парусами. Вот так вот, друзья мои. И теперь давайте спустимся в салон и посмотрим нашу лодочку в интерьере. Там тоже есть много чего интересного. Вот так у нас брандерщит открывается, видите, лёгким движением руки. Я считаю, очень удобное решение, правда, закрывать его не совсем удобно. Вот, и заходим в наш салон. Что ж, тут мы попадаем в салон нашего флагмана, нашего 61-го DeFore. И мы видим, насколько он большой, насколько он просторный и в то же время очень толково сделанный. То есть это действительно яхта, которая предназначена для дальних путешествий. И здесь уже всё продумано, вот такие из нержавеющей стали поручни здесь. Здесь кожа позволяет их достаточно приятно и хорошо ухватывать рукой. Всё сделано очень крайне добротно, надёжно. Посмотрите на эти ступени, они действительно такого нормального, хорошего, удобного размера. Здесь у нас прячется двигатель. Двигатель, какой бы вы думали двигатель. А здесь у нас, ребята, здесь у нас Янмар. Янмар на 170 лошадиных сил, который позволяет очень удобно и хорошо маневрировать этой лодке, хорошо разгоняться под двигателем. Двигатель с прямым валом и выдаёт мощность на складной 4-х лопастной пропеллер винт от Max Probe. То есть винт тоже очень достойный, достойного бренда. По левому борту у нас здесь на входе обеденная группа с таким зачётным дизайнерским столом. Посмотрите на него. Сейчас он в сложенном состоянии и это мне нравится. Почему? Потому что не так часто нам нужен огромный стол, но иногда нужен, да? А вот в таком виде это стол, скажем так, больше для завтраков, вот. Но его можно раскладывать как по частям, так и целиком. То есть достаточно он легко раскладывается и превращается вот в такой большой, огромный стол. Вот, да, давайте я уже вам полночки его сейчас раскладу, вот. И, да, и он просто огромный, ребят, смотрите, он просто огромный, его можно развернуть, вот. И здесь может поместиться, ну, до 8 человек. Вот эта подставочка, она у нас убирается, её можно как бы использовать наверху, если хотите. Вот. Стол, ну, просто прекрасно, мне это очень нравится, да. И, кроме того, этот столик ещё у нас с электроприводом, то есть вот здесь у нас электропривод, и он может подниматься, становиться обеденным, либо вот становиться кофейным. Хорошая штука мне очень зашла, стол просто на пятёрку. Посмотрим на эту часть, смотрите, насколько здесь вот благородно и уютно и красиво всё сделано. У нас есть деревянные жалюзи, использование ткани оно придаёт уют. Светильнички, несколько вариантов подсветки. С подсветкой здесь действительно можно экспериментировать, ну, классно, подсветку сделали добротненько. Вот, управление кондиционером, многозональный кондиционер, у нас много зон, управление кондиционером, здесь вот выходы кондиционера идут. И, опять же, здесь всё из вот такого белёного дуба, это натуральный шпон, вот хорошие продуманные шкафчики с газовыми амортизаторами. То есть вам будет где разместить все ваши вещи. Вот ваше мнение, ребят, но мне очень нравится вот эта вся часть, вот здесь такие жалюзи, это всё придаёт как бы и свет, и уют. И учтите, сейчас у нас нету солнца в Ля Рошеля, и салон всё равно просто офигительно светлый. Это действительно одна из фишек DeFore, но наделать дырок в корпусе не проблема для окон. Главное, чтобы корпус оставался жёстким. И здесь, опять же, DeFore справляется на пятёрку. На тест-драйве лодка себя показывает отлично, то есть она не скрипит, она идёт добротно, то есть жёсткий классный корпус. Он позволяет нам сделать очень много иллюминаторов, люков, и в итоге салон получается очень-очень светлый. Далее, ребята, хочу обратить внимание вот на эту баночку. Кроме того, что на ней сидят, на ней ещё можно лежать. Она у нас, если переставляется сюда, она идеально становится, и здесь у нас получается лежачее место. То есть можно просто себе так возлежать, можно сделать спальное место вот таким вот образом. А под ней, под ней притаился винный холодильник, как же без этого, вы знаете, вот. Ой, винный холодильник, винный погреб, друзья мои, пардон. Ну, сколько, бутылок 30 здесь может разместиться, и здесь опреснитель, доступ к опреснителю. Вот таким вот образом. Но одним винным погребом дело не ограничивается, лодка всё-таки французская. Вот, и здесь у нас ещё вот такой винный ящичек, шампанское от Интерпарус, то есть ящик шампанского – это в стандарте в нашем сервисе. Кстати, надо ещё доложить три бутылки, чтобы было красивше, так и сделаем. Вот, и опять же, на доводчиках, защёлочками, достаточно всё прочно и надёжно. Переходим на старборд, тут у нас вот такая зона отдыха, чаще всего народ тусит на ней. И то, что её можно расширить – абсолютно классное и правильное решение. Мне это, ну, очень нравится. То есть люди любят в таком полупостельном состоянии иногда находиться где-нибудь на яхкоре или в марине. Опять же, тут наш штурманский стол. Видите, ещё есть штурманский стол. Очень толково сделан. Во-первых, он очень мягенький. Тут ничего греметь не будет. Бумажки подписывать можно тоже не хищать, чего-нибудь подложить. То есть, да, вот такой мягкой кожей. И он разбит на три части, тоже толково, потому что обычно скидывают ключи, карты, документы. Всё это в одну кучу. Здесь всё разбито на три вот такие правильные толковые части с доводчиками. То есть, видите, не бумкает, не гремит. Здесь у нас управление питанием, то есть здесь мы включаем управление питанием. Малый монитор шайбер, фьюжн, ну, что есть, то есть. И включение фишер-панды, то есть нашего дизель-генератора. Вот этот монитор мы устанавливали самостоятельно дополнительно, потому что сверху она шла с двумя мониторами, и этот шёл дополнительно монитор. Кроме этого, опять же, розетка обычная, USB. Очень толковый фонарик, красивенько здесь вписался. Сюда вынесли ремарин, трубку. Тоже, я считаю, абсолютно правильно. Вы всегда сможете с любого места подскочить, взять и ответить. Вот, и опять же, вот эта часть, вот эта часть, ребят, очень привлекательно сделана, ну, так, уютненько. Я думаю, что даже, даже суровым морякам это понравится. Опять же, шкафы в большом количестве, шкафы. В каждой банке тоже есть свой шкаф, свой рундучок. Поэтому с местом для размещения ваших дельных вещей проблем не будет, друзья мои. Вот, и давайте эту часть закончим зеркалом. Зеркало в полный рост. Опять же, добро пожаловать яхтсменкам на борт. Вот, колоночки базе, ключики, колонки базе стоят. Они, как бы, улучшают качество аудиосистемы достаточно, достаточно хорошо. И две колонки у нас в кокпите. С этой частью думаю, что все. Давайте махнем на камбуз и что тут у нас. Ну, а камбуз у нас начинается, знаете, с чего? С телевизора, ребята, с телевизора. Потому что вот в эту барную стойку встроен телевизор. Вот, и он не занимает места. Но если вы хотите посмотреть киношечку, вот таким образом он у нас поднимается. И вот так он у нас прячется. Ну, нормальное, достаточно хорошее размещение телевизор. Нормальных размеров он достаточно хорошо себя чувствует. Так вот, камбуз у нас. Теперь, собственно говоря, две большие мойки. Вот две огромные мойки здесь. Просто огромнейшие мойки. Хороший смеситель толковый. И подача соленой воды за борт на всяк выпадок. Здесь у нас маленький такой мусорник дежурный промежуточный. Потому что у нас еще есть, вот как бы здесь у нас нормального размера мусорник. Вот, это скорее всего для органических отходов. Если вы в открытом море, ну, то органику можно выбрасывать за борт. Вот, и толковое размещение вот этой панели. Она вот так убирается. Во-первых, у вас здесь дополнительная, скажем, стеночка для защиты вот этой части кухни. И плита, три конфорки, духовка, все на кардане. То есть здесь каких-то неожиданностей нет. Достаточно нормального размера, как для однокорпусника, ребята. Потом, кроме этого, у нас здесь холодильничек. Тоже хорошо и правильно размещенный. Здесь можно хранить то, что должно быть под рукой. Вот, он очень экономичный холодильник. И основной холодильник вот такого нормального такого размерчика с морозилкой. Вот, толковый хороший холодильник. И обратите внимание, это морской холодильник. Во-первых, видите, он как добротненько здесь врезан. То есть выпадать не будет, как на некоторых лодках. И он с защелками. То есть защелки, опять же, не позволяют ему самостоятельно открываться при качке. И, опять же, интересно сказать, что это холодильник от двух напряжений. Он может работать от 220 на стоянке и от 12 вольт в переходе. То есть ему достаточно 12-ти вольтовой сети. Здесь у нас 45-ти сантиметровая посудомоечная машина. Siemens, das ist in Deutschland gemacht. Я надеюсь, что в Германии она сделана. Посудомойка на 45 сантиметров, то есть полноценная, достаточно емкая. Вот тут разместились выдвижные шкафчики. Все очень аккуратненько на доводчиках. Достаточно толково. Все-все-все на доводчиках. Ну, молодцы. Вот. Камбус очень толковый. Буквой П он сделан. То есть вы и на качке, и на стоянке будете себя достаточно уверенно и хорошо чувствовать. Вот это стеклышко мне нравится, которое ограничивает какие-то тут капли, либо еще брызги на обеденную зону, но в то же время не ограничивает оптически вас. Любое пространство здесь все использовано. Вот здесь есть у нас полочка, где можно разместить свои специи. Вот здесь шкафчики. То есть каждый квадратный, кубический сантиметр пространства Dufour использует. И это хорошо. Здесь все сделано из искусственного камня. Это кориан. Это все жаропрочное, выдерживает удары механические. То есть это все сделано на пользование. То есть вот бортики идут, идут, идут. Я считаю это очень правильно, очень добротно и надежно здесь сделан бортик. Вот, то есть чтобы не падали какие-то ваши чашки, поварешки. Поэтому камбуз сделан на пятерочку, просто на пятерку. И здесь у нас идет ступенька, то есть он отделен. И смотрите, мачта у нас идет в киль. И то, что мы ее заказали белым, она вот отлично вписалась в этот весь интерьер. И она вот, собственно говоря, согласуется с белыми панелями здесь на мебели. Вот такой, как бы, неожиданный поворот от того, что мачту мы заказали белого цвета. Здесь еще немножко у нас идут работы. Мы проводим питание для этих самых, для камер. У нас на караспице стоят две камеры для удобства швартовки. Вот, поэтому, ну, пардон. И одна из самых важных частей этой яхты находится над нами. О которой обязательно нужно сказать. Почему? Потому что цвет для Dufour это очень важно. И за счет жесткости корпуса они могут сделать вот такие прекрасные иллюминаторы. Ребята, вот смотрите. Они зашторены, да? И сколько они дают нам света. Опять же, это далеко не средиземноморское солнце. И салон просто наполняется светом. Просто он расширяет пространство за счет вот этого беленого шпона. И здесь мы получаем действительно просто наполненную яхту светом. У нас, кроме этого, здесь еще вентиляционные люки. То есть вы сможете хорошо проветривать помещение. У нас 5, 5 вентиляционных люков на салон. Только на салон они достаточно большие. И вот эта часть меня просто восхищает. Когда ты заходишь, это все видно. Действительно классный элемент дизайна. Посмотрите, то есть у нас люков здесь просто огромное количество света предостаточно. С правого борта у нас притаилась каюта Pullman. Хорошего, нормального размера. То есть здесь двое людей, двое детей, либо шкипер. Вполне могут разместиться. У них тут свои шкафчики есть. Вот. Отка может быть в нескольких лей-аутах, в нескольких планировках. Здесь у нас всего четыре каюты двухместные. То есть хозяйская, мастер-каюта. Две практически равноценные кормовые и один Pullman. Отличная планировка. Я думаю, что больше всего лодок 61-го DeFore будет производиться вот в такой планировке. И мы вплотную подошли к нашей мастер-каюте. Давайте ее оценим. Мастер-каюта вот расположена за мачтой сразу. И посмотрите, насколько она большая, светлая. Света предостаточно. Не самый яркий день сейчас. У нас здесь ничего не включено. А, ну вот, включены эти фонарики. Света предостаточно, она действительно полностью квадратная, как у вас дома. И очень-очень светлая каюта. Полноценная нормальная кровать здесь находится с входом с той стороны, в том числе и большой платяной шкаф. Просто огромный шкаф. Здесь диванчик. Вот тут можно было бы еще, конечно, нам сделать какой-то небольшой туалетный столик. Согласен. Вот. Опять же, большое количество тканей в интерьере. Я считаю, это правильно. Кроме этого, владельцы еще здесь будут заказывать коврики. То есть все будет очень-очень прилично и приятно. Большой сторож под кроватью. Шкафчики здесь. Здесь, вот смотрите, все мягкое изголовье. Такое оно прикольненькое. Ну вот. Полочка сверху. Опять же, деревянные жалюзи. Но если вам полностью надо сделать такой blackout, заглушить, здесь есть вот такие вот специальные ставни, которые полностью закрывают все ваши окна. Соответственно, здесь тоже самое и москитные сетки. И полностью можно закрыть, вот таким вот образом можно закрыть ваши люки. Все, как вы пожелаете. Большая стенка, здесь можно разместить телевизор по желанию, либо какие-то полки, картину красивую Айвазовского, украинского художника Айвазовского. И во фронтальной части у нас санузел, ребята. И смотрите, какой он светлый. Здесь не включена ни одна лампочка. Ребят, здесь света просто предостаточно. Отдельно у нас туалет, отдельно у нас душ находится. Очень хорошо сделано вот это решение. Бежевый кориан здесь используется. И кориан, опять же, полностью по стенке. Что с дизайнерской точки зрения, что с точки зрения удобств, все продумано и хорошо. Ну, здесь бы я еще наклеил бы пробку, может быть. Хотя можно коврик положить, это уже хозяйки будут решать. Вот. Поэтому владелец лодки в своей каюте не ущемлен абсолютно ничем. Действительно хорошее светлое пространство. Свет, и еще раз, свет – это одна из отличительных черт Dufour, но при том, что корпус остается жесткий, крепкий. Корпус сделан по новой технологии, с такими ребрами жесткости. Внизу антикорпус один в один вклеен. То есть здесь вот такая толщина ниже ватерлинии идет. Поэтому он достаточно жесткий, в то же время легкий. И в то же время его возможно сделать таким светлым, ребята. Считаю, это успех. Это действительно очень удачная модель такого размера, если вы хотите ходить. Если вам ходить особо не надо, то в принципе можно взять чего-нибудь другое. Там может быть там корма будет побольше, еще чего-то, но эта лодка предназначена для круизов, безопасных круизов, для получения удовольствия под парусом в том числе. С фронтальной частью у нас все, а-ля посмотрим кормовые каюты. Зайдем в наши кормовые каюты. У меня каюта по левому борту. И давайте оцениваем этот размер. Ребята, это однокорпусник у нас. И действительно большая просторная каюта. Я стою в полный рост. Надо мной достаточно пространства. У меня где-то под метр восемьдесят рост. И надо мной еще хватает пространства. Во-вторых, достаточное количество емкости просто здесь, здесь, здесь шкафчики. С этой стороны полочки у нас очень красивые, их можно как угодно использовать. Я бы еще подсветочку туда поставил. Вот, и санузел. Санузел тоже не маленький, хорошо и толково сделан. У нас есть вход вот отсюда в санузел и отсюда. То есть в каждый кормовой санузел у нас два входа. И, как я сказал, здесь уже кориан бежевый такой. Толково сделано решение для пола уже со сланями здесь. А вот здесь еще у нас эти самые шкафчики. То есть все-все используется, любое маленькое пространство здесь используется. Опять же, обратите внимание, вот эта ткань, такая мягенькая, красивенькая, она везде. То есть вам здесь будет достаточно уютно. Как вы видите, кровать здесь у нас может превратиться в двух, в две односпальные кровати. Вот, и хорошо, что эта вставочка складывается, ее легко спрятать. С той стороны у нас обычная двухспальная кровать. То есть здесь была заказана вот такая комплектация с вот такой вот кроватью. По старборду у нас симметричные каюты, единственная другая кровать. Но там есть маленький сюрприз, который мы установили сами. Идем. Теперь кормовая каюта на старборде, то есть на нашем правом борту. По дороге хочу вам показать вот с обоих сторон здесь вот такие интересные места с жалюзями, с лючком. Ну, тут разве что напрашивается такой бортик, и опять же можно какие-то красивые вещи ставить. И еще, смотрите, ребят, со всех сторон у нас к двигателю полный доступ. У нас лючки здесь, здесь, с той стороны. То есть двигатель максимально обслуживанный, то есть доступ к нему максимально облегчили. Кроме того, там еще есть доступы. Вот. И вот система пожаротушения. Здесь, как бы, в случае непредвиденных вещей можно это дело, как бы, дернуть, да. И, вы видели, огнетушитель сработает автоматически. Как и с левого борта у нас два симметричных санузла. Вот, смотрите, нормальный размер у них, у вас отдельно душ. Душ можно закрыть, вот такая у него здесь дверца. И вот так вот можно спрятать. Ну, это, да, это сделано, чтобы минимизировать количество брызг. Вот, и все туалеты на пресной воде, то есть меньше будет запаха, это важно. И большого, нормального размера, все есть фаянса, то есть не пластиковые туалеты у нас здесь. И, опять же, места тут хватает и света, и света тут вполне, вполне хватает. И кормовая каюта по правому борту, и она немножко меньше. Вот здесь уже двуспальная кровать идет, такая вот, которая не может стать, как там, да, нераздельная кровать. Вот, то же самое, вот здесь полочки прикольные, я бы вот здесь еще подсветочку поставил. Вот, достаточно количество шкафов, вход в санузел, здесь в санузел. Имеются люки для проветривания здесь. Здесь еще два иллюминатора, иллюминаторы, которые полностью зашториваются. У нас здесь есть такие шторки, вот. И еще вот интересный люк аварийный для аварийного выхода, но его можно использовать для проветривания. То есть, если там в кокпите никто у вас не сидит, отлично, он открывается, и большое количество воздуха и света попадает сюда. Друзья мои, на что я вам еще хотел обратить ваше внимание, тут внизу у нас управление опреснителем стоит. Опреснитель у нас работает от двух видов питания, 12 вольт и 220 вольт. То есть вы можете во время просто перехода просто разный объем производимой воды пресной будет. И смотрите, что у нас еще имеется здесь, две фичи. Во-первых, вы видите, что матрас имеет вот такую секторную конструкцию, да? Зачем это? А вот очень толковая штука, то есть мы поднимаем этот матрасик, вуаля, и здесь у нас в легком доступе вот такой чудесный ерундук. Вообще здесь можно использовать для постельного белья, вот. Но в данном случае мы сейчас готовим яхту к перегону. И то, что я вам обещал, вот здесь мы установили стиральную машину. Это корейская стиральная машина, настенная с сушкой. Во-первых, она достаточно тихая в сравнению с классической стиралкой. Во-вторых, она идеально здесь стала, она минимально вибрирует. И 3 кг белья можно сушить, можно стирать и можно сушить, ребятки. Ну, с этой каютой всё, пошли дальше. Что ж, друзья, а теперь время тест-драйва, ситраила, ситраила нашего. Вот, и мы выйдем в море. Но скажу вам честно, я уже выходил на этой яхте, и она мне очень понравилась, она действительно меня зацепила. Это просто какое-то вот такое возбуждающее чувство, и я надеюсь, сейчас мы его с вами разделим. Хотя, конечно, прогнозик падающий, ветер падающий, но хорошая яхта должна ходить хорошо в первую очередь в слабый ветер. Это показатель, действительно, качества лодки, потому что с сильным ветром можно и бревно разогнать, знаете, воткнуть тряпочку у него, вот. И мы посмотрим, вот как в слабый ветер эта лодка ходит, поэтому в Атлантику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, только что мы подняли наш мейнсейл, наш грот, вот, и сделали мы это буквально в течение 20 секунд, 20-30 секунд, ну, так вот, полтора человека. В принципе, в принципе, если бы автопилот был настроен на ветер, и лодку вы поставили против ветра, то один человек с этим бы справился. Повторим, ребята, у нас 61 пункт яхты и без малого 30 метров высота матра. Что ж, друзья, опять ветерочек раздул у нас, и мы идём в бейдевинд. Я вышел сейчас вот на палубу. Да, смотрите, какая огромная яхта за мной, видите? Рук не хватает, поэтому я сам себя снимаю. Лодка действительно очень хорошо идёт, от неё действительно получаешь удовольствие, за штурвал у нас идёт драка, все хотят получить, как бы, чувства. Вот, действительно, вот такой красивый большой однокорпусник – это просто вот сексуальная вещь, это действительно просто красотка, да. И если она обладает ещё вот таким драйвом, блин, это лодка мечты, мне нравятся вот обводы этой яхты, то есть я действительно ею восхищаюсь. До этого рекорд по скорости постановки парусов у меня был на Амеле. Сейчас вот в этой комплектации, ну, DeFore 61 вышел в рекордсмены, паруса ставятся очень быстро, можно даже в одни руки. А теперь, друзья, я вам покажу, как делать повороты на вот такого размера лодке с автоматическим станком. Такселем. Мы командуем к повороту, все взяли своё шампанское, и мы делаем вот таким вот образом, так, бру-ду-дум, и всё, и паруса сами перебрасываются. То есть мы легко можем повернуть, для этого просто надо повернуть аккуратно штурвал, и всё, и держать бокал шампанского в руке. И многие суровые яхтсмены скажут, блин, это не настоящий яхтинг, такой яхтинг нам не нужен. Но заказчики ставили нам вот такую задачу, и мы её выполнили. И в итоге это яхта для супер-изи сейлинг, то есть она действительно очень легко управляется. Поэтому это лодка для получения удовольствия в круизном режиме. Хотя можно поставить полноценную геную, вот, более мудные паруса, более серьёзную ткань, и в итоге вы можете даже гоняться на такой лодке, потому что она действительно очень хорошо идёт. Штурвал очень реактивный, реакцию я чувствую на руле, и в итоге это отличный ходок, действительно отличный ходок. Вот, то есть лодка такого много целевого назначения, много целевого использования, вот. Ну и кроме этого её можно даже в какой-то вот VIP-чартер также сдавать, ну вот. Поэтому флагманы от Dufour мне всегда нравились. Это действительно великолепные яхты для получения удовольствия во всех смыслах. Что ж, друзья, хочу ещё заметить, что это была самая красивая, самая изящная лодка у нас на тест-драйве, у нас на канале. Флагманские лодки Dufour всегда привлекали моё внимание. Они действительно прекрасные, красивые, крепкие, надёжные лодочки. Они действительно очень быстрые, манёвренные, 63-я, 61-я, 56-я модель. Они все действительно очень классно выглядят. 61-я модель не исключение. Я всегда посмотрел на неё, когда вот она стояла на старом порту. Я думаю, что вам также понравилось, как и мне. И если вам захотелось приобрести эту лодку, обращайтесь. Мы с удовольствием съездим наверх. Если будет возможность, покажем её вам. И если вам нужно обучение на таких лодках, на катамаранах, также обращайтесь. Буду рад вам помочь открыть двери в прекрасный мир яхтинга. А с вами был Саша Горан и вся наша команда «Интерпарус». До зустречи в морях, хлопцы! Да, сюда увидите! Всё тел良ка